видео снимается специально для канала все о стирании в машинах и для сайта MASHMASTER.ROM всем привет сегодня я расскажу вам можно ли мыть алюминиевую посуду в посудомоечной машине вообще я неоднократно уже рассказывала о своем опыте мытье алюминиевую посуду в посудомоечной машине к сожалению до меня как и до некоторых людей не сразу дошла эта информация о том что мыть алюминиевую посуду в посудомоечной машине нельзя ни при каком раскладе но вот теперь я доношу ее до вас чтобы с вами не случилось такой казус после того чтобы у вас не возникло желание помыть в посудомоечной машине алюминий я вам расскажу что с вами что спас этой посудой будет вы можете не ставить опыта на к своей посуде послушайте просто мой опыт после того как вы помоете в посудомоечной машине свою алюминиевая посуда она потемнеет вот моя посуда вот вот в В данной ситуации я мыла вот этот вот молоточек, в сравнении положила деталь от мясорубки, сразу заметно, что он потемнел, потускнел. То есть мясорубка у меня такая еще блестящая, я ее не мыла в посудомойке, разумеется, я ее мыла только вручную, используя губки и мыла. А вот этот вот молоточек помылся у нас в посудомойке, он стал вот таким вот тусклым, влеклым, но на самом деле с ним могло случиться еще более страшное. Он мог еще сильнее потемнеть, он стал таким недостаточно темным за счет того, что я мою на более низких температурах, то есть у меня там экономная мойка включена, то есть он пострадал еще не сильно. Вся посуда, которая у меня лежала вместе с ним, у меня покрылась ровным черным налетом, я тогда очень испугалась и подумала, что у меня это была просто первая мойка всей посуды и одновременно туда попал и молоток, и ложки, и вилки. Я подумала, что у меня вся посуда, наверное, просто не предназначена для посудомойки, я очень припугалась и, в общем-то, это немножко меня выбило из клеи. Но потом я узнала, что на самом деле просто алюминий нельзя мыть, он покрыт особой оксидной пленкой, которая именно под действием высоких температур, под действием вот этих вот щелочей, оно смывается и попадает в воду и, соответственно, пачкает и в другую посуду и стирается с данного изделия. Чтобы нам восстановить вот этот молоточек, нам понадобилось бы, например, такое средство, как паста Гоя. Те, кто служил в армии, наверное, знают, что это такое, это специальная такая паста цветная, которая наносится на какую-нибудь тряпочку и тщательно растирается. Этим самым добиваемся мы блеска на этом изделии. То есть он у нас будет выглядеть как новый, но вообще как бы это не самый лучший вариант, который можно применить с такой посудой, которую, по-моему, в посудомоечной машине. Сейчас чуть попозже сообщу, что самое лучшее с нее можно сделать. И кроме пасты Гоя можно потереть ее еще такой пастой производства французского, называется Диалюкс, или же преобразовательным ржавчиной Хорс для автомобилей. Ну, самое лучшее, что вы можете сделать с такой вещью, которая побывала из алюминия в посудомоечной машине, это выбросить ее. Потому что после повреждения, она и до этого была не очень полезна эта посуда, но после повреждения она начинает активно выделять продукты, к сожалению, вредные вещества. И они все попадают в нас в организм и наносят непоправимый вред для нашего здоровья. Поэтому лучше откажитесь от не только использования и мытья в посудомоечной машине, но и от использования вовсе алюминиевой посуды. Потому что намного есть более прогрессивные материалы и совершенно никакого не несет предназначения какого-то особого и каких-то плюсов именно использования алюминиевой посуды. Потому что, конечно, мы не можем отказаться от мясорубки, используя другие способы, рубить мясо. Но вот молоток можно было бы, конечно, купить из более простого и какого-то неядовитого материала, который после побывания в посудомойке не станет выделять какие-то химикаты в организм. Поэтому самое лучшее, что можно сделать, это откасаться от алюминия и перейти на другие материалы, которые можно безопасно мыть в посудомоечной машине. Если видео было для вас полезно, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всего хорошего! Всем пока!